Я не буду рассказывать про мир во всем мире. Прежде всего потому, что меня, когда звали сюда, поставили странную задачу рассказать про философию бизнеса, про философию, про практику, дать какие-то советы. Мы попытались вывернуться из этой ситуации, поэтому вот это название, под него можно было подвести несколько вариантов доклада, что мы и делали. Я раза три менял категорически, потому что не очень было понятно, чего там дальше рассказывать. Ну, в общем, в итоге как-то вот это название, если кто помнит, я уже не знаю, изучает ли это сейчас, когда это перестали, точнее, изучать. Ну, вот, наверное, про обдумывающему житье кому-то что-то напоминает. Да, это фраза из поэмы Владимира Владимировича, но не того, про кого сейчас больше всех подумали, а Маяковского. И продолжалась она так, юноше, обдумывающему житье, строящему планы жить, строить с кого, категорически советую строить ее с товарища Дзержинского. Ну, я не буду призывать к возврату в советское время, но, тем не менее, одну еще одну советскую цитату я вам приведу, и это вполне, наверное, подходит и даже к философии бизнеса, хотя, безусловно, любой бизнесмен был злейший враг книги, из которой взята эта цитата про мучительно больно и так далее. Интернет вообще уникальная сайда, ее, конечно, можно воспринимать как чисто техническую, это еще один вид коммуникации, это еще один, там, просто еще одно соединение между разными субъектами, но интернет, среди всего прочего, как индустрия, имеет одну очень такую интересную особенность, благодаря которой я сейчас вот и могу вот рассказывать этот доклад. У него разница между большим и малым субъектом, участником сайды достаточно невелика. Есть очень большая разница между металлургическим заводом и жестяной мастерской, категорически разная. Есть очень большая разница между сетью супермаркетов и маленькой лавочкой, торгующей продуктами, у них принципиально разные масштабы проблем. А вот разница между большим и малым сайтом, большим и малым интернет-бизнесом, по сути, только в одном, в интенсивности. То, что на малом сайте длится долго, позволяет обойтись упрощенными способами какими-то, на большом требует серьезного подхода, требует, отрабатывается в течение нескольких, может быть, дней, быстро набирается необходимая статистика и так далее. Вот поэтому я, как представитель большого портала, решил скомпилировать некоторое количество тех граблей, на которые можно наступить, или точнее тех ключевых вех, про которые можно не подумать, а можно подумать и подумать по-разному. Ну и, собственно, поделиться. Не воспринимайте это как попытку получать, хотя там будет несколько таких явно моральных моментов, но, тем не менее, вот просто оно сверху как-то видится чуть-чуть иначе. Я начну с любимой фразы, которую знают все вебмастера, общающиеся с Яндексом. Делайте сайты для людей. Мы всегда так говорим, противовес тому попыткам вебмастеров делать сайты для того, чтобы их лучше индексировали поисковые системы. Это, безусловно, никто не может запретить как-то там умнее взаимодействовать с поисковыми системами, но когда вебмастер начинает забывать о том, что сайт-то в первую очередь предназначен для донесения информации до конечного пользователя, до человека, у него так или иначе начинается рассинхронизация, у него так или иначе начинаются сложности в дальнейшем развитии сайта, потому что внизу надо много написать белым по белому, а это неудобно пользователю, например. Это отодвигает комментарии еще ниже, условно. С проектами примерно то же самое. Я много видел проектов, я думаю, что все вы видели многие разные проекты, и я бы их поделил на две части. Проекты одного типа – это проекты, которые делаются для заработка. Когда есть понятная бизнес-схема, берется сайт, нагоняется аудитория. Ну, вот в этом сезоне модно читать про колеса 195 на 65. Давайте сделаем про это сайт, поставим рекламу. Я условно очень говорю, ничего не имею против этой размерности колес, в частности. А есть второй вид. Это когда изначально хочется сделать хорошее людям, изначально хочется сделать что-то интересное. Это может выглядеть совершенно азбучной истиной, маслом-масляным. Но если начинать делать проект, зная про то, что он решит чью-то проблему, где-то в чем-то кому-то сделает лучше, его даже монетизировать потом легче, потому что люди склонны платить деньги не там, где от них требует смс прислать на платный номер, а там, где реклама или платная услуга как-то органично вплетается в логику поведения проекта. Когда начинается любой проект, ну, вообще, людям как-то свойственно сотрудничать, людям не свойственно уметь делать совершенно все. Есть и такие уникумы, и есть проекты одного человека, но так или иначе понадобится какая-то команда. У Игоря Ашманова есть очень хороший доклад вот про то, как растет стартап, но давайте пока начнем с того, с чего он начинается. Я попробовал примерно выписать, с кем начинать новый проект. Можно, конечно, начать с наемными сотрудниками, с ними все очень просто, с ними понятно. Вы даете им деньги, получаете взамен оговоренную заранее работу. Вы для них начальник, вы командуете, они выполняют. У них можно развить даже инициативность, и получится, наверное, как-то даже приемлемо. Проблема только в одном. Когда начинается проект, вам мало что можно дать взамен. Вам не так уж, вы не можете ему заплатить зарплату рынка очень часто. Вы не можете его появлечь подобными вот, ну, традиционными вещами. Да и более того, вам нужно, чтобы человек в самом начале, как правило, это происходит, работал с 8 утра до 12 ночи, и ночью еще подскакивал исправить бак, который он вспомнил. Нужна вовлеченность. Я не видел, честно скажу, проектов, которые изначально не начинались как семейная компания. Вот таких вот, когда они горят, когда они развиваются хорошо. Опять-таки, ничего не имею против хороших бизнес-проектов, которые выстроены с самого начала, с правильно прописанными источниками финансирования. Но вот у второго типа, когда вокруг все отцы-основатели, у него масса недостатков. Но драйва там гораздо больше. Ну, понятно, конечно, да, куда бы хорошо бы поставить запятую. Конечно, делать все надо основательно. Конечно, надо изучить рынок. Конечно, наверное, надо подойти к вопросу как-то так, чтобы не наступить на самые очевидные грабли быстрого старта. Все надо продумать. Но это вот не мое следующее изучение, а мы просто так заметили и почти одновременно сказали похожую фразу несколько сразу человек внутри Яндекса, когда мы общались на тему стартапов, проектов и так далее. Вот если у вас через неделю после возникновения идеи не получился прототип сервиса, значит, закрывайте. Ну, не получится. Ну, хорошо, через месяц. Но, как правило, не дольше. Нельзя несколько месяцев идти к первой работающей модели, ну, просто потому что запал потеряется. И идея, скорее всего, не так уж вам интересна. Честно сказать, для нас это немножко, для больших компаний, это немножко как бы другой подход. Но, тем не менее, если вы не можете через неделю объяснить даже большой компании, как должен выглядеть проект, ну, в общем, тоже, скорее всего, не удастся его двигать. Хуже нет, чем проекты, которые изначально не очень взлетают. Даже если очень долго самолет будет ехать по взлетной полосе, не отрывая переднюю ногу, он все равно не взлетит. А ехать и разгоняться можно долго. У больших компаний есть очень интересная фраза, точнее, слово. Это те самые грабли, на которые натыкается и большая компания, и малая. Знаете, да, как ошифровывается? Not invented here. Ну, в действительности, каждый в меру своих усилий, когда начинает разрабатывать новый проект, делает, ну, начинает разрабатывать на самом деле вещь, которую все хорошо знают. Которую, на самом деле, каждый год в МИ регистрируется 100-150 патентов на устройство, на это устройство. Значит, и оно продолжает изобретаться раз за разом. И это устройство вот регулярно в виде собственных серверных ферм или в виде собственного фреймворка с JavaScript и CSS или в виде собственного движка для магазина продолжают изобретать собственный велосипед, как маленькие, так и большие компании. У больших компаний хоть какое-то оправдание есть. Нетипичные нагрузки, просто вот несовместимость, просто нельзя доверить часть собственного бизнес-процесса совершенно чужой разработки. Тоже понятно, хотя все равно не очень оправданно. С небольшими проектами, с проектами, которые не могут себе позволить вообще-то из любой логики подобное изобрести, там вообще нет никаких оправданий. Потому что не надо изобретать велосипеды, не надо писать собственные фреймворки, можно и нужно брать то, что уже доступно. Можно и нужно пользоваться API, можно и нужно пользоваться облачными решениями, которые позволяют, кстати, ГР выполнить предыдущий пункт, стартовать быстро, которые позволяют за день развернуть серверную ферму. И вы, не знаю, насколько всем в этом зале, известно, что облачными решениями решениями Амазона пользуются компании, у которых, что называется, корневой бизнес, кор, ядро бизнеса, заключается в предоставлении фактически вот таких перепроданных услуг. Всем известная компания Dropbox все файлы своих пользователей держит на Amazon.st. Очень много компаний для своего дизайна используют фреймворк под названием Bootstrap. Это библиотечка готовых решений от Твиттера. Поэтому, по сути дела, современный велосипед, правильный современный велосипед, это конструктор. Соберите вот таким образом. Он просто собирается из различных элементов, которые производятся разными компаниями. желающие выпустить свой велосипед, просто идут, собирают его из кубиков и начинают его продавать. Конструкция может быть самая разная. Комбинации, соответственно, тоже. Программистам, наверное, известно продолжение следующей фразы. Но это одна из самых важных вещей, как на мой взгляд. Точно так же, как вы не можете выпускать, думать над прототипом, а что же будет делать, формулировать себе задачу проекта в течение нескольких месяцев, точно так же нельзя готовить первый продукт в течение, ну вот, девяти месяцев. А ребенка можно, продукт нельзя. Продукт следует выпустить раньше. Я подобрался за несколько цитат, которые вот говорят про то, что тянуть нельзя. Это, правда, про другого рода продукты, если кто читал там «Стальную крысу». Мэтт Майленвек – это автор… Ну, если блогеры есть, да, в зале? Есть, нету, да? Ну, ладно. В общем, это автор Wordpress. Он рассказывал в одном из своих текстов, рассказывал о том, как они мучительно выпускали версию 2.0 своего продукта. Они ее полтора года делали и попали в ловушку в итоге, потому что с каждым месяцем пользователи ждали супер что-то. Вот они же целых полтора года работали. И это в действительности сковывало их. Они не могли выпустить даже минимальное исправление. И в итоге им приходилось просто… Пришлось ринуться так наобум и такие выпустить, может быть, не совсем готовую версию, но вот все-таки, чтобы просто сдвинуться с этой мертвой точки. Как сказал еще один замечательный человек, настоящий, вот самый высший стиль в том, чтобы выпускать продукты. Вот подумайте, кстати говоря, цикл разработки айфона, если я не ошибаюсь, два с половиной года где-то. Это означает, что в тот момент, когда Джобс показывал первую модель айфона всем, и в тот момент, когда некоторые составляли списки из 100-150 пунктов, почему айфон сакс, у Джобса в кармане была версия 3G, точнее не 3G, а 3GS, с быстрым процессором, со замечательным экраном, с новой операционной системой и так далее. И он знал, что уже все решено. Но нельзя было ждать, пока все сделается наконец-таки правильно, когда все можно будет выпустить уже совершенно без всяких претензий. В том числе и потому, что ни один проект не способен протестировать себя так, как его протестируют пользователи. Ни один проект не способен предосмотреть в виде тестирования, опускания телефона в блендер и изучения, на какие кусочки он разлетится. А есть же и такие тесты. Я не раз, работая в Яндексе, приводил в качестве другого доказательства совершенно не айтишную цитату. Вот сейчас ее нашел. Уже цитируемый моим визави из Google сэр Уинстон Черчилль как-то сказал вот фразу про то, что перфекционизм очень часто означает паралич. Вы хотите сделать все так хорошо, что вы ничего не можете сделать. Поэтому нельзя останавливаться, нельзя пытаться сделать все окончательно хорошо. Надо выпускать и пробовать, ну, испытывать на людях, ради бога. Люди, кстати, не очень против. Тот самый обещанный моральный слайд, он про многие проблемы, которые казалось, которые многим кажется, что к ним отношения не имеют. Про privacy, про обращение с пользовательскими данными, про методы рекламы, иначе говоря про этику, про этику поведения в бизнесе. Нам, к сожалению, сложно, потому что у нас нет практики деловых отношений, у нас нет этики бизнеса, условно говоря, исторической. То есть если в какой-нибудь Голландии или даже вообще Бельгии бизнесом люди занимаются в той или иной форме в наработке каких-то традиций с 15 века, то у нас-то, в общем, что тут 20 лет даже не цивилизованного бизнеса еще насчитать сложно, а уж цивилизованного и того меньше. Мы, может быть, вот не чувствуем еще, может быть, следующее, может быть, там, через следующее поколение людей как-то вот поймет правильно. Хотя, как показывает опыт, и на Западе тоже, в общем, понятно. Но при всем при этом у малых, у небольших, у среднего размера проектов, у проектов не с капитализацией в несколько миллионов долларов, например, как-то есть такая позиция, что это к нам не относится. Ну, подумаешь, у меня там один пользователь другого назвал как-то совершенно ужасно и вообще оскорбил, а то и опубликовал полностью. Вот, там, под девизом меня кинул такой-то, вот его полные паспортные данные. Да нет, к сожалению. Понятно, что небольшому форуму или блогу нет необходимости выстраивать службу поддержки, чтобы эрегировать на подобные обращения. Однако, могу честно сказать, что даже к очень небольшим сайтам могут пойти с таким довольно гневным вопросом по поводу нарушения законов о персональных данных. И это будут абсолютно честные запросы. Мы любим говорить, что вот государство придумало еще одну удавку, вот оно хочет еще поконтролировать, но в действительности персональные данные, то есть ваши паспортные данные не должны находиться где бы то ни было в интернете без вашего ведома, без вашего разрешения. И, извините, тут вот и ваши, и того человека, с которыми у вас проблемы в интернете. То же самое касается всякого рода продвижения. Ну, все знаем, что спам – это нехорошо. Все. Понятно. От кого же я тогда получаю приглашение вступить в очередную социальную сеть? Эта социальная сеть совершенно спокойно получает всю адресную книгу. Очень часто ее же и сам загружает пользователь. Значит, и начинают рассылать. Вот вступите вы в еще одни какие-нибудь либо профессионалы, либо в кругу друзей, или, ну, в общем, сами назовите дальше, да? Ну, вот тут, тем не менее, то такие приглашения идут. И в Уанете таких примеров было много, и в Уанете. Интернет – саморегулирующая сайда. Вы помните, наверное, да, что в итоге произошло со спамом. Все компании, которые сильнее всех пострадали от спама, вбухали несколько десятков миллионов долларов, может быть, больше. Но это такая оценка среднепотолочная совершенно. Но все-таки построили работающую систему, которая снижает эффективность этого метода, этого канала рекламы на десятки порядков. То есть у кого вот в почте оказывается, у кого в почте нет спам-фильтра теперь? Ну, руки никто не поднимает, я буду считать, что ни у кого нет. Вот результат этой саморегулировки. Другой пример, когда вдруг все начали рекламироваться поп-апами. То есть сайты начали показывать рекламу в самовольно открывающемся окне браузеров. Это было очень популярно в 2000 году, в 2001. А в 2002 производители браузеров начали выпускать версии, блокирующие открывание таких окон. Это самые простые вещи. Да, в 2009 поисковые системы начали банить сайты, которые используют такие окна. Вот. И, в общем, все. Поп-апами никто не рекламируется. Слава Богу. Загубили хороший инструмент, кстати говоря. Поэтому вот эта вся моральность, она, к счастью, или там, к сожалению, может быть, кого-то, имеет отношение к любому сайту, к любому персональному блогу, к любому, даже к твиттеру, между прочим, у которого сейчас серьезнейшие проблемы со спамом, и решать их, скорее всего, будут, не заботясь о щепках в виде хороших людей, которые вдруг начали там чего-то рекламировать. И самый такой, последний, да, вот. У стартапа есть, в качестве стартапа можно прожить какую-то жизнь. потом, ну, например, вы в качестве стартапа идете на IPO, продаетесь Facebook или Google или Яндексу, мы тоже можем купить. Все это в итоге чем-то заканчивается. Точнее, заканчивается вот этот первоначальный период безумного роста, быстрого развития, когда вы росли на десятки процентов в квартал или там в разы за год. Вчера у вас там был условно сто тысяч пользователей, завтра миллион, потом два миллиона. Этот период рано или поздно заканчивается, начинается более спокойное, более нормальное развитие. И в этот момент, это самый сложный на самом деле момент в жизни стартапа, в жизни любого проекта. В этот момент надо понимать вам чего хочется. Вот не что нужно проекту. Я бы посоветовал думать, чего вам хочется. Потому что все-таки собственное удовольствие в данном случае важнее. Можно жить с проектом дальше. Жить, выстраивать ему правильную систему, выстраивать условно, если до этого вы все письма сваливали от пользователей в корзину, то теперь вы их начинаете читать, выстраивать службу поддержки, реагировать, как-то, в общем, вести себя культурно. Можно этот проект кому-то отдать, а самому начать другой проект. Вот выступавший здесь Антон Носик не раз и не два признавался, что он менеджер стартапов. Он любит начать проект, а вот этот ровный планирующий полет ему уже не очень интересен. Он уже передает другим операционным менеджерам. то есть можно, конечно, начинать. А можно просто пойти, купить дом, сесть и начать по вечерам жарить что-нибудь вкусное, угощать соседей. Это может привести к новому проекту, открытию ресторана, например. Это тоже проект на самом деле новый. Я много, честно говоря, видел среди проектов вот эти вот сложности, когда проект попадает, когда вот совершенно неформальная семейная компания вдруг попадает, становится большой и тяжелой, или становится большой и тяжелой, или ее переламывают купившей и начинают объяснять, что ребята, а вот это бизнес и здесь надо все-таки уметь увольнять, кого тебе не нравится или еще как-то. мое убеждение, что вот эту ценность отношений надо стараться сохранить, а если не получается, ну, значит, не получается, не надо пытаться найти удовольствие в том, что этого удовольствия не приносит. Это очень хорошо описано, кстати, в книге «Доставляю счастье». Кажется, вот там есть целых два магазина, если не читали, купить, вот прямо сейчас и прочтите. это вот такой вот хороший пример того, как люди, не получив удовольствия в одном месте, построили себе новый бизнес, этакие его получили и продолжают получать и доставляют его вполне себе в оффлайн, но очень хорошо. На этом все, да, я знаю, что время. На этом у меня все. Если кому-то нужны еще советы, бога ради, обращайтесь. мы одесситы, на любой ваш непредсказуемый вопрос, если вы сейчас его захотите задать, я могу ответить непредсказуемым ответом. Поставлю, так сказать, в тупик. Или время настолько вышло, что вы уже даже просто устали, да? Два вопроса, давайте. Есть вопросы? Это какая-то волшебная фраза у тебя. Два вопроса, пожалуйста. больше нет по времени. Две копейки есть? Вставляйте. Хорошо, я здесь, более того, у меня совершенно актуальные координаты, e-mail особенно, поэтому если что, пишите, звоните, ну, звонить сложнее, но пишите. А я постараюсь отвечать. У Яндекса миссия такая, отвечать на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!